Дорогие друзья, дорогие подписчики, всем привет! Давайте разбираться, что у нас происходит. Цирк продолжается, естественно. Естественно, никто не собирался никогда мне выплачивать приз. Это было объективно видно уже в воскресенье. Это было понятно. Но я, в принципе, к этому был готов. Я прекрасно понимал, что эти видео, наверное, наберут определенное количество просмотров. Так что в какой-то степени компенсация была. Ну и, наверное, она была неплохой. Потому что достаточно много народу подписалось. Очень много народу высказалось в мою поддержку. За что спасибо большое. Но я в целом жив-здоров и у меня все отлично. Давайте разбираться, что произошло. Итак, сначала меня начали обвинять в читерстве. Но не в прямую, а так очень толсто, косвенно, назовем это так, намеками. Мы говорили, что человек без звания не может так сыграть. Сравнивали с результатами моими в реальной жизни, а не в интернете. Хотя, на самом деле, шахматы обычные вживую и в интернете. Это две разные вообще вещи, я считаю. Ну, даже хотя бы взять то, что вживую у нас 3D доска. А в интернете у нас, по сути, она плоская. И мы перетаскиваем фигуры. И это удобнее. И тут ты рукой двигаешь, по сути, полностью. А тут ты просто мышкой клацаешь. Это совсем разные игры. И это надо понимать прекрасно. Но зачем? Проще же обвинить человека. Кому интересно в наше время что-то доказывать? Человек подал жалобу на ЛИЧС. Ну, ЛИЧС что, такие дураки, что ли? Они посмотрели партии, такие, зачем нам отвечать вообще? А человек не смотрел партии. Человек, тренер высшей категории. Тренер немцев, тренер высшей категории. Тренеры всегда разбирают партии. Он пытался посмотреть партии? Может быть, пытался. Но нам он об этом сказал? Нет. Почему? А потому что сказать нечего. Ну, нечего ему сказать. Ну, там не было таких ходов, которые бы сделал бы компьютер. И которые человек бы не поднял. Хотя, на самом деле, человек может поднять, в принципе, любой ход. Ну, может быть, один раз в жизни. Там, пару раз в жизни. Ну, там, новичок какой-нибудь. Да, но все равно он может поднять. Даже серию ходов. Вот. Естественно, на протяжении всего турнира он это не сможет сделать. Но в данном турнире у меня не было таких ходов, по-моему, вообще. Каких-то красивых комбинаций я тоже не заметил. Ну, зато я хорошо защищался. Очень успешно. И поэтому, в целом, турнир прошел для меня успешно. Да, по качеству игры я недоволен. Но зато я первое место занял. Но в итоге, естественно, обвинить меня в читерстве не получилось вообще. Плюс многие мои подписчики, по крайней мере, даже на канале Игоря Немцева, многие там сомневались. Ира сделала подробный разбор. Соответственно, просто вот по полочкам разложила. Вот заметьте. Отличие Иры от Игоря Немцева. Ирина Бараева сделала разбор. Она показала все партии. Ну, главные партии с прямыми конкурентами, по сути. Она показала, что там нет каких-то безумных ходов. А Игоря Немцев? Разве он сделал хотя бы один обзор партии? Он хоть одну партию показал вам и сказал, вы знаете, вот здесь очень странный ход. Человек, скорее всего, не поднял бы его. Нет. 25 минут, по-моему, там было видео о том, что он будет делать проверку на Личейсе. О том, как я выступаю в реальной жизни на живых турнирах. Может быть, лучше было бы сделать хоть один обзор какой-то партии из турнира? А зачем? Мы же привыкли обвинять людей без доказательств. При том, что даже сослаться не на что. Я всегда дорожил своей репутацией. И дорожу ей. И считаю, что это самое главное. Но Игорь Евгений считает, видимо, иначе. Потому что свою репутацию я считаю, что он уже загубил. По крайней мере, такими намеками и отношением ко мне и к другим стримерам уж точно. Давайте разбираться, что у нас есть на текущий момент. Мне опять напомнили про темноту, хотя непонятно, как это связано с турниром, как это связано с игрой. Мне напомнили про тысячу подписчиков, что у меня ее нет. И что? Вот у меня вопрос. И что? Это где-то было сказано? При этом был намек на то, что меня допустили чуть ли не как исключение. А на самом деле? На самом деле, разве никого в турнире не было? У кого было меньше тысячи подписчиков? Я не буду открывать, наверное, каналы других стримеров. Но я вам могу просто показать. У Ники 95 меньше тысячи подписчиков. У Челобздунчика тоже меньше тысячи подписчиков. У Марии Ланины почти тысячи, но меньше. Кто будет смотреть, там профиль на Твиче. У Анны Чес тоже меньше. Там, по-моему, вообще 300. И это разве говорит о том, что я один такой? Игорь Евгеньевич, может быть, давайте говорить правду все-таки, честно и откровенно? По-моему, правда ясна уже всем. А правда состоит в том, что этот турнир был организован. Организован был не очень хорошо. Давайте мы к этому вернемся чуть позже. Когда будем читать комментарии Евгения Шувалова. Но турнир был организован достаточно плохо. Ну, объективно, честно. Потому что можно было бы указать на главной странице призы. Потому что я узнавал, например, о призах от подписчиков, которые писали в комментариях. Ну, на стриме. Не в комментариях, наверное. Да, правильно так буду сказать. Вот. Распределения призов вообще не было. Положения не было. Почему нельзя было сделать документ? Что касается того, что я был забанен в клубе. Да, это правда. Как это было? Рассказываю. Где-то год назад, наверное, плюс-минус. Ну, я думаю, что это 8-9 месяцев на самом деле. Я смотрел ролик кино немцев. Может быть, даже раньше. Не знаю. Сложно сказать. Вот. И мне просто захотелось вступить в клуб и обыграть товарища стримера. Потому что я уверен, что я играю достаточно сильно. Я играю сильнее в интернете. В интернете уж точно. Судя по максимальным рейтингам, это вообще легко доказывается. Да, то есть у меня там 2647 в Блиц. Даже не берем пулю. А у Игоря Немцева 2514 или что-то такое подобное. Ну, то есть плюс-минус где-то 150 пунктов разница в максимальном рейтинге. Это достаточно немало. Я не говорю, что это критично. Но это немало. Плюс я играю в пуля. Соответственно, я быстрее в принципе. Вот и все. Вот как я был забанен. Я видел нарезки какие-то. Не помню, кто выкладывал. Но Игорь Немцев говорил, что даже если Магнус Карлсон захочет вступить в клуб, я его не приму, потому что он играет в пулю. Вы сейчас серьезно? Если чемпион мира снизошел бы до такого небольшого клуба, и стример бы сказал, я отклоняю, при том, что понимая всю ответственность в том плане, что это привлечение огромного количества подписчиков, это привлечение огромного внимания и так далее. Клуб растет. Даже не говорим сейчас про какие-то донаты или еще что-то, поддержку стримера или всего остального. Ну, то есть, это адекватное поведение, как вы считаете? Мне кажется, не совсем. Ну, то есть, мне кажется, что любой стример, если бы к нему вступил, там, не знаю, реально Карлсон, тут бы кан-кан все бы танцевали просто дружно. Взявшись за руки, ну, серьезно. Разный уровень все-таки полета птиц. Магнус Карлсон, главная звезда шахмат до протяжения последних там 15 лет, наверное. Ну, по крайней мере, уж там 10, уж точно. А то и больше. И говорить об этом, ну, как-то у меня бы язык просто не повернулся. Но такое было. И это прям странно. Это прям мега странно. Что касается организации. Я сейчас камеру свою подвину, просто покажу. Есть такой клуб, в котором я состою, называется «Турниры для стримеров». Артем Палвелев, надеюсь, правильно прочитал фамилию. Если что, извиняюсь перед Артемом. Организовывает эти турниры. Посмотрите на их организацию. На качество организации этих турниров. Мы видим сразу контроль, мы видим сразу сколько туров. А главное, мы видим призы. Мы четко видим сразу призы. Дальше мы видим положение. Ссылку на Google файл. Положение. Почему нельзя было там это сделать? Это действительно так сложно? Ну, может быть сложно. Но можно было кого-то попросить, я не знаю, друзей, модераторов. Наверняка кого-то можно было попросить и это все сформулировать. Ну, там, я не знаю, вордовский файл самому составить тоже можно было. Потом его просто залить в Google или еще как-нибудь. Да много вариантов, как можно было сделать положение, как можно было организовать. При этом человек говорит то, что я очень сильно устал и я очень много энергии потратил на организацию турниров. А в чем организация? Собрать всех вместе просто? Написать всем, пригласить? Если бы он не допустил людей с рейтингом количества подписчиков меньше тысячи. Ну, давайте смотреть. Нас 5 человек, да? Нас 21. 27 минус 5, 16. Это было бы еще меньше народу. Их и так не так много. 27 человек, в принципе, в турнире это достаточно мало, я считаю. Да, тут все активные, все достаточно боролись как-то в той или иной мере. Мы молодцы, но все равно это не так много. Дальше, что касается Жени Шувалова. Ему огромное уважение за то, что он высказался в мою поддержку. В том плане, что он нисколько не сомневается в моей победе. В партии, правда, он говорит, я не смотрел, но в целом сила достаточная, чтобы выиграть этот турнир. Примерно так он сказал. Ну, естественно, не дословно. Плюс Игорь Немцев это видео указал. Дальше мы идем как раз под видео, под этот спецвыпуск и читаем. Мне просто, извините, пишут. Параллельно. Вот. Вот Шувалов Чес. Абсолютно несправедливое решение по отношению к Александру. Правда, он неправильно мою фамилию пишет. Ну, ничего, исправится. Так, как остальным участникам. Начну с того, что правила турнира были абсолютно непрозрачными. Не существовало никакого положения, где были бы собраны требования ко всем участникам, комментариям и даже распределению призов. Все озвучилось лишь в устной форме. На стримах Игоря Евгеньевича. Ну, тут можно долго читать это все. То, что Жене сократили приз. То, что он его получил чуть ли не в первый день. И поэтому ему не стали прибавку делать. Но за что его, кстати, внесли в черный список. Давайте посмотрим. Пять ответов. Вот. То, что ему говорят. То, что его тоже не будут приглашать. А давайте посмотрим. Вот были комментарии в мой адрес. То, что кто-то из подписчиков оскорблял Игоря Евгеньевича. И я прожимал лайк. Соответственно, он счел это неуважением. Давайте же посмотрим, как поступает сам Игорь Евгеньевич. Я всегда хотел, чтобы у Шувалова спросить, почему он под БСБ флагом играет. Не знаю, что такое БСБ флаг. Может, здесь ответит этот гусь. Ну, то есть, Шувалова назвали гусем. Что же делает Игорь Евгеньевич? Он прожимает лайк. Вот написано. От автора канала Игорь Немцев. Мастер фид и тренер высшей категории. Ну, то есть, по сути, оскорбляют стримера. В чем он меня обвинял. И прожимают лайк. Я это делал по какой причине? Потому что много комментариев было в мою поддержку. И где-то народ немножко перегибал, я считаю. Да. То есть, может быть, нелицеприятно высказывался в сторону Игоря Немцева, но при этом защищал меня. Мне, естественно, приятны эти комментарии. Мне, естественно, приятно, что ребята в мою поддержку выступают. Но я все-таки стараюсь как-то больше... Ну, не то, что нейтралитет, но более уважительно относиться к стримерам. Поэтому Игорь Евгеньевич, то, что он говорит, он это относит к другим. На себя он это не проецирует. Ну, то есть, правила те, что созданы для других, для него они не созданы вообще. Что касается комментирования. Давайте разбираться. У нас есть какие-то критерии комментариев? Вот, допустим, турнир стримеров от Артема. Там было конкретно сказано, с ним это просто обсуждалось, что главное, чтобы была трансляция. Критерий просто 10 баллов. Все четко и понятно. Есть трансляция? Хорошо. Нет трансляции? До свидания. При этом, ну, как бы, было еще оговорено то, что, ну, не нужны те люди, у кого нет трансляции. Потому что они могут отбирать очки у других. Это было бы не очень корректно. Вот. Ну, это было в какой-то момент спорный момент, но это все легко решилось. Вот. Поэтому давайте все-таки честными быть. Правила двузначные, назовем так. То есть, для Игоря Евгеньевича они не работают, для нас они работают. Дальше разбираем. Сейчас я надеюсь обновиться. Турнир стримеров. Заходим в мою партию первую с Романом Овечкиным. Первый из трех выигранных. Вот. По-моему, здесь где-то, да? Нет, чуть позже. Сейчас покажу. Вот. Было минус 8. Плюс-минус в это время я как раз перестал комментировать. Ну, то есть, в принципе, я действительно замолк. Я не спорю, я не отрицаю. Вот. В этом плане. Ну, простите, тут минус 8. Тут бы хоть как-то спастись. Кстати, у меня это получилось. Я в итоге дотерпел, и у меня все получилось. Но тут было минус 8. Это как цейт нот. Понимаете? Тут надо просто сидеть и играть. Спокойно. Почему это вызвало такой ажиотаж, я не понимаю. Точнее, я понимаю, нужно было найти причину. В читерстве же не получилось обвинить. Дальше рассматриваем остальные две партии с Романом Овечкиным. Я их посмотрел. Я посмотрел сравнение комментариев. Ну, то есть, у Николая Дубовика он совместил, соответственно, комментарии мои и Романа Овечкина. Во-первых, там, насколько я понимаю, все-таки была доска моя взята, а не Романа. То есть, там видно, что как минимум я стрелки рисовал. Дальше. Что касается самих комментариев. Если и было какое-то превосходство Романа по комментариям, то оно было незначительным. Ну, там процентов 5-10. Это максимум. Ну, то есть, где-то 48-52, там 45-55. Я постараюсь ссылки на партии скинуть в описании. Вы сможете посмотреть, как это выглядело. Плюс-минус. То есть, мы комментировали одинаково. Но почему-то для меня эти правила работают. К Роману это не работает. Может быть, он остальные партии комментировал лучше меня. Может быть. Но тут была борьба прямых конкурентов. А лидеров турнира. Наверное, эти партии вообще самые весомые. Поэтому мы рассматриваем три партии. Ну, вот я показал одну. Все остальные, в принципе, там нечего показывать именно с точки зрения оценки. Там не так все плохо. Поэтому я и комментировал. Ну, то есть, мы на равных. Но претензии только ко мне. У Игоря Евгеньевича двойные стандарты просто безумные. А то, что он забирает свое слово, ну, так это же постоянно. Ну, посмотрите ситуацию с Власовым. Он сказал, я его забанил. Ну, общаться, наверное, с ним не буду. Там, я не знаю, как это было. Да, но он его забанил. Появился спонсор какой-то. Все. Разбанили. Вообще никаких вопросов. Просто постоянно двойные стандарты. Это просто треп. По-другому не назвать. Давайте называть вещи своими именами. Мне не хотели вручать приз. Причина простая. Я выиграл этот турнир. Выиграл человек без звания. Никто этого не ожидал. Я был действительно темной лошадкой для Игоря Евгеньевича. Кто-то меня знает. Там, с Вовой мы пересекались. Там, даже в живых каких-то турнирах играли. Я помню. Я помню, как у Вовы даже не шли турниры. То есть, он приходил в ЦДШ. Как раз о чем говорит Игорь Евгеньевич. И его просто выносили чуть ли не под ноль. Дети. Может быть, Игорь Евгеньевичу стоит приехать в Москву и посмотреть, как дети играют. И потом уже судить по поводу рейтинга. Я думаю, что от 2.160 или сколько у него останется. Там 1900, наверное, в лучшем случае. Ну, там был, естественно, неудачный турнир для Вовы. Я все прекрасно понимаю. И нисколько никого не обвиняю. Такое случается. Но такое тоже бывает. И это нормально. В Москве слишком много детей. Ну, прямо очень много. Которые играют достаточно сильно и с низкими рейтингами. Это наша большая проблема. Но почему-то об этом никто не думает. Зачем искать правду, если можно просто навесить клеймо и не искать эту же правду? Правда. Зачем? В 21 веке это же неинтересно. Так же многие делают. И это же самый простой способ. Мало того, что человек без звания выиграл этот турнир. Давайте вернемся к нему. Я же обыграл немцева дважды, а первую партию я должен был выигрывать, но я объективно тупанул. Ну, правда. Ну, вот здесь. Просто уйди слоном и все выиграно. 5 и 4. Ну, то есть, по сути, я должен был три партии его разносить. Вот она разница игры. Можно говорить то, что он активно комментировал, еще чего-то такое. Ну, пожалуйста. Я готов сыграть матч. Не вопрос. Вообще никто комментировать не будет. Возьмем, я не знаю, там каких-нибудь третейских судей и просто они будут комментировать за нас, а мы будем чисто в шахматы играть. Ну, вряд ли Игорь Евгеньевич согласится на это. Очень сильно сомневаюсь. Зачем? Если он даже не смог проанализировать пару партий. Это же неинтересно. Сказать-то будет нечем. Поэтому, подводя итоги, всему вышесказанному я могу сказать так, что огромное спасибо Евгению Шувалову, огромное спасибо Ирине Бараевой, огромное спасибо Николаю Власову, который тоже отказался от приза по своим каким-то причинам. Я не уверен, что они связаны со мной. Но он четко сказал то, что первый приз он точно не заслужил. И это очень правильная позиция, я считаю. И мудрое. Вот. Но приз, естественно, мне никто не собирался вручать. Получилась достаточно хайповая ситуация, которая мне приносит подписчиков и по сей день. За это я, наверное, благодарен этому турниру. Ну а с точки зрения организации, с точки зрения вообще всего, я советую всем стримерам просто пересмотреть свою позицию. Сегодня со мной так поступили. А завтра он скажет то, что девушка, например, не могла выиграть турнир. Или кто-то выиграл, но вот он считает то, что человек не имел права его выигрывать. Или еще что-то он скажет. Он же может сказать все, что угодно. А потом забрать свои слова. Он это делал уже многократно. Поэтому вот такая вот ситуация. То, что я где-то хамлю, то, что я где-то проявляю неуважение, это на самом деле неправда. То, что я критикую и критикую жестко, это правда. Но критика это обоснованное на 200%. Нужно просто уметь проигрывать. И давайте на этом мы закончим. Потому что нужно просто уметь проигрывать. Это очень хорошее качество, которое воспитывается должно в детском возрасте. Которое не должно сопровождать мужчину на протяжении всей его жизни. Особенно больше 50 лет, образно говоря. Поэтому нужно уметь просто принимать как данность некоторые вещи. Выиграл хорошо, проиграл тоже неплохо. Значит надо делать какие-то выводы. Ну или играть в свое удовольствие. Каждый решает сам. Но обвинять других безосновательно, бездоказательно точно делать не стоит. Поэтому всем спасибо за просмотр. Надеюсь я вас не сильно утомил. Всех люблю, всех обнимаю. Подписывайтесь на канал. Вступайте в телеграммы. Вступайте в наш клуб AlexChess. Будем играть в командниках. Всем спасибо, всем удачи, хорошего дня, хорошей недели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok